МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале Заречная программа Вопросы есть в студии Елена Степкина. Я рада новой встрече со всеми, кто хочет знать ответы. В этом выпуске. Как комплектуется группа детского сада в 18-м микрорайоне? Когда вы моют окна в подъездах дома 8А по проспекту Мира? На какое новое пособие могут рассчитывать многодетные семьи? Как будут чистить дворы? Ответы на эти и другие вопросы в ближайшие 10 минут. Оставайтесь с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До садика рукой подать. Обрадовались жители 18-го микрорайона, когда здесь начали возводить дошкольные учреждения. Родители предполагали, что именно сюда они будут водить своих малышей. Но когда молодая мама обратилась к заведующей с просьбой зарегистрировать сына, которому недавно исполнился год, ей в приеме отказали. Телезрительница уверяет, что заведующая рекомендовала ей отдать ребенка в Ясли в другой детский сад, а потом, после того, как ему исполнится два года, привезти сюда. Почему? Спрашивает женщина. За разъяснением порядка комплектования групп мы обратились к специалистам департамента образования. Случай, о котором мы рассказали, их удивил. В новом детском саду, который строится в микрорайоне номер 18, планируется, будут функционировать 13 групп. Этот детский сад рассчитан на 245 мест. Группы, планируется комплектование групп для детей в возрасте от 1 года до 7 лет. В том числе, это в обязательном порядке группа для детей раннего возраста и для детей дошкольного возраста. Ранний возраст с года до 3 и дошкольный возраст с 3 до 7 лет. Количество данных групп будет зависеть от того, сколько заявлений о зачислении в этот детский сад будет принято. Прием заявления осуществляется заведующим детского сада номер 11 Вязовой Ольгой Александровной. Сейчас уже принято порядка 200 заявлений на зачисление детей именно на 2013-2014 учебный год. То есть детский сад рассчитан на 245 мест. То есть есть еще места для того, чтобы родители смогли обратиться. Родители могут отказать только в случае отсутствия мест. Но, как я уже сказала, количество поданных заявлений и плановая наполняемость детского сада, то есть есть резерв, поэтому отказ он не должен быть. Мытье окон два раза в год. Во всяком случае, в перечне работ, выполняемых компанией и жилсервис, в обслуживаемых домах указан именно такой порядок. Но на практике не всегда получается, как запланировано. Жители дома номер 8А по проспекту Мира уверяют, что в их подъезде не мыли окна уже два года. В конце 2010-го здесь был косметический ремонт. И с того времени стекла каждый день напоминают об этом жильцам. Но, оказывается, по отчетным документам в этом году окна уже мыли. Об этом нам по телефону рассказала секретарь компании жилсервис Ольга Гусева. В разговоре она указала и следующий срок наведения чистоты в подъезде. В 2012 году мытье окон производилось где-то в конце августа, в начале сентября вот так вот было произведено. Сейчас в 2013 году планируется на апрель месяц. Новые пособия для многодетных семей. С 2013 года при рождении третьего или последующего ребенка родителям будет выдаваться ежемесячная выплата. Дополнительная соцподдержка установлена правительством Пензенской области и действует только в нашем регионе. О размере пособия и порядке оформления в следующем комментарии. Право на данный вид пособия имеет один из родителей на каждого рожденного, третьего и последующего ребенка и совместно проживающих с ним детей в семьях со среднедушевым доходом, который ниже. Показатели среднедушевой доходности населения Пензенской области. Вот этот показатель на сегодняшний день составляет 14 134 рубля 80 копеек на одного человека. Ежемесячное пособие на третьего ребенка будет выплачиваться в разверии среднепрожиточного минимума на ребенка Пензенской области, рассчитанного за второй квартал текущего года предшествующего назначению данного вида пособия. То есть те дети, которые родятся в 2013 году, и у них в семье будет доход ниже чем 14 134 рубля 80 копеек, имеет право на пособие в размере 5 339 рублей. То есть это как раз тот самый уровень дохода на ребенка, рассчитан за второй квартал 2012 года. Для того, чтобы оформить данный вид пособия, ребенок должен родиться с 1 января 2013 года и по 31 декабря 2015 года. Необходимо для оформления данного вида пособия обратиться в Департамент социального развития, написать здесь заявление, принести свидетельство о рождении детей, справку о составе семьи, справки о доходах за 3 месяца на момент подачи, предшествующем месяцу подачи заявления. Если родители проживают раздельно, то есть место регистрации их разное, то необходимо от второго родителя принести справку о неполучении данного вида пособия по своему месту регистрации. Пособие будет прекращено или бы не назначено, если родители лишены родительских прав, ребенок находится на государственном обеспечении, соответственно, если выехали за пределы Пензенской области. Означается со дня рождения ребенка и по месяц исполнения ему 3 года. Сколько стоит сертификат на материнский семейный капитал? Ежегодно сумма, предоставляемая по документу, индексируется. В 2007 году, когда начала работать программа, по нему предоставлялось 250 тысяч рублей. В 2012 уже 387 тысяч. Какова сумма материнского капитала сейчас и как средства можно потратить? 1 января 2013 года сумма материнского капитала проиндексировалась на 5,5%. Соответственно, на сегодняшнее число сумма материнского капитала составляет 408,960 рублей 50 копеек. Средства, которые составляют остаточные у женщин, являющихся владельцами сертификата, также индексируются с 1 января 2013 года. Направить средства материнского капитала также можно на образование ребенка. Это, получается, у нас высшее учебное заведение, детские сады, дошкольные учреждения. Также на накопительную часть пенсии маме. И, соответственно, на оплату приобретаемых жилого помещения, то есть по кредитам, займам, а также по договорам купли-продажи. В этом пока никаких изменений нет. Уборка снега во дворах – обязанность сотрудников коммунальных служб. Но без помощи горожан справиться с этой задачей будет сложно. Особенно в местах парковки автомобилей. Поэтому разработан специальный порядок очистки территорий. При соблюдении его обеими сторонами внутриквартальные проезды будут очищены. Найдется место и для стоянки автомобилей. В некоторых подъездах повешено, в некоторых подъездах появятся вот такие вот объявления, информационные объявления, на которых мы, жители, убедительно просим убирать свои машины именно после снегопада с внутриквартальных территорий на магистральной улице. И то, для того, чтобы у нас магистральные улицы тоже были в надлежащем состоянии машины, необходимо убирать по четным дням на четную сторону улицы, по нечетным дням на нечетную сторону улицы. Тем самым мы надеемся на то, что жители, убрав свои машины и тракторами, мы сможем вычистить внутриквартальную территорию до такого состояния, как до удовлетворительного состояния. На сегодня все. В следующем выпуске мы продолжим отвечать на вопросы телезрителей. Задать интересующие вас можно по телефону 60 85 42. Мы ждем ваших звонков ежедневно, кроме выходных, с 9 до 18 часов. Не смогли дозвониться? Оставляйте свое сообщение на сайте телерадиокомпании «Заречный» www.trkz.ru Или отправляйте на электронный адрес, указанный на экране. Звоните, пишите. Будем вместе искать верное решение. Всего вам доброго. До встречи на канале «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин